Доброе утро, дорогие друзья! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе, Иисус, за этот час. Господи, благослови эту небольшую мысль в качестве вступления. Приготовь наши сердца, Господи. Благодарны Тебе, Иисус, за это время освящения, Господи, время Твоего наполнения, Иисус. Во имя Твоем мы молимся и просим. Аминь. Итак, давайте прочитаем с вами стихи. Евангелие руки, 11 глава, 30 стих. «Ибо как Иона был знамением для ненебетям, так будет и сын человеческий для рода силу». И какое-то знамение, 2 глава Ионы, 1 стих. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в очереде этого кита три дня и три ночи. И 10 стих этой же 2 главы. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и Он и сверкнул на суше». Интересно, мы с вами видим здесь, что, как здесь описывается в Евангелии от Луки, 11-30. «Ибо как Иона был знаменем для ненебетям, так будет и сын человеческий для рода силу». Это картина того, как Иисус пришел и был также три дня и три ночи в гробнице. И это также… Я размышлял такой мысли здесь. Интересно, что человек в своей природе, из-за того, что он мертв, и вся она 2 глава, он словно находится в этом черебе у кита, пусть не физически, но духовно. Потому что он мертв и не знает этого спасения, пусть не три дня, пусть некоторое продолжительное время. Это может быть десятилетие. И он находится в этом мертвом состоянии. Для того, чтобы вызволить его оттуда, для этого Бог послал сына своего, чтобы он пришел и умер за нас, и был воскрешен на третий день. И вот теперь есть этот путь для того, чтобы избавиться от этого состояния внутреннего, в естестве, в котором человек находится. Он находится в этой мертвости. И где же спасение от этой мертвости? Те же спасения, чтобы быть вызволены, словно из этого образного чрева. Провозгласить, что у Господа спасение, потому что Господь пришел и спас нас. Он сам побывал в этой смерти. Он умер за нас. И был воскрешен на третий день. И чтобы нам теперь совоскреснуть с ним на третий день, нам нужно провозгласить у Господа спасение. Я принесу ему хвалу. Я принесу жертву хвалы. Соглашусь с его жертвой. И когда я провозглашаю это, когда всякий неверующий провозглашает это, исповедует это, он словно вызволяется из этого чрева мертвости. Он совершается в нем, это совоскресение, если можно так сказать. Он оживляется и находится в этом теперь поприще благодати, как вчера говорилось. Удивительное поприще благодати, где мы, в общем-то, продолжаем откликаться на Него и приносить Ему эту удивительную хвалу. Эту хвалу Иисусу Христу мы приносим Ему, и мы пребываем в этой хвале. И чем больше мы пребываем в этой хвале, тем мы становимся свободны от этого чрева мертвости, если можно так сказать, чрева своего естества. Нам так нравится пребывать в этой хвале, в хвале пребывания в слове Его. И нам также нравится распространять эту хвалу, что у Господа спасение. Потому что, как вчера так же говорилось, это единственное, что имеет значение. Самое значение – мир и покой, именно в пятой главе. Что может быть еще важнее, еще значим, чем покой, который исходит от спасения в Иисусе Христе. И когда мы распространяем это, мы видим с вами, что люди так же вызволяются Господом Иисусом Христом от этого чрева мертвости. Слава Богу! Благослови вас Господь! Спасибо! Слава Богу! Спасибо, пастор Норлан! Замечательная работа над книгой Ионы в очреве рыбы в гробнице. И мертвый человек по греховым преступлениям находится в этом чреве, из которого невозможно выйти. Он обречен. И только лишь воспользовавшись этим, есть путь избавиться у Господа спасения. Соглашусь с Его жертвой, ибо следует радость и покой, любовь и шествие Евангелия. Слава Богу! Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это особенное время. Время назидания, закрепления в Тебе, Господь, в Твоих замыслах, в Твоих критериях, в Твоих судах, Господь. Мы благодарны Тебе за Твою милость. Благодарим Тебя за то, что Ты пришел с Небес сюда. Именно пришел Сам и стал человеком, и взращивал этого человека для того, чтобы принести в жертву. Благодарим Тебя, Господь, за эту жертву, за спасение, за новую жизнь, за праведность, за Царство Твое. Славься, Бог наш! Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь! У нас сегодня 101-е слово посвящения по Евангелию от Луки. И тот отрывок, который мы с вами рассмотрим, это 11-я глава Луки с 33-го стиха по 35-й. Но затронем предыдущие стихи, откуда и исходит вот этот пассаж. 29-й стих 11-й главы. Когда же народ стал сходиться во множестве, они услышали голос этой женщины, которая кричала, блаженные соски, которые тебя вскармливали, чревостью, которая тебя вынашивала. Они пришли, чтобы увидеть нечто интересное. Им нужно было знамение. Быстро прошло это состояние восхищения Иисусом, когда Он изгнал беса из немого человека, беса немоты. И Иисус начал говорить. И Он обличил. И это обличение было рот этот лукавый. Он ищет не спасения. Он ищет знамения. И вот те знамения, которые ищет этот род, не дадутся им. Кроме одного знамения. Знамения Ионы пророка. Ну, конечно, по Ниневии шествует этот пророк израильский, провозглашает суд. Люди спрашивают, а кто, а кто, кто это? И несется о нем весть, что он был в смерти, что Иона пробыл в смерти, и там он молился Богу. И именно Господь направил то орудие смерти, которое поглотило Иону, это большая рыба, к цели и назначению, которое Бог предопределил для этого человека – проповедовать. 30 стих. Ибо, как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий, так же и сын человеческий. Когда человек находится в состоянии ветхой греховной природы, еще не произошло духовного воскресения человека, его преследуют эти три категории, которые он воспринял в Эдемском саду, когда стал скрываться от Бога, любящего Бога, пришедшего к Нему, пришедшего, чтобы спасать. Он неизменен. Христос вчера, сегодня и всегда тот же Бог любви. Он пришел и задал вопрос, где ты, Адам? Выходи. Адам прятался. И Адам стал выдвигать свои оправдания. У него появились три, так же, как и у Евы, появились три категории, которых он не знал, когда ходил с Богом. Страх, стыд, чувство вины. Сын человеческий пришел, чтобы забрать на себя весь грех. Грех приводит человека к тому, что человек понимает, он умрет, он предстанет перед Господом на суде. И вот для того, чтобы явить этот суд, Господу понадобилось стать человеком, принести себе себя в жертву и воскреснуть. Как Иона вышел из смерти, так и Сын Человеческий выйдет из гробницы. Царица Южная восстанет на суд с людьми. Рода этого и осудит их, потому что она приходила от края земли послушать мудрости Соломоновой, а здесь больше. Она слушала человеческую мудрость, а здесь божественная мудрость. 55-я глава Исаии «Мои мысли не ваши мысли». И вот мысли пришли, слово пришло и объявляет себя как слово, которое действует в дух и жизнь. 32-й стих. Не невитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионовой, человека, вышедшего из смерти. Они покаялись. И вот здесь больше ионы. Вот такая проповедь была сказана тем людям, которые собрались. 33-й стих. И после этого, как эпилог, завершение того, что Иисус говорил, сообщает «Никто зажегшее свечу не ставит ее в сокровенном, тайном, закрытом месте и не ставит ее под сосудом, эту свечу, этот свет, но ставит на подсвечнике, чтобы ходящие видели свет». Итак, Иисус зажег свечу. Он сказал, какое будет знамение. Он горит, он сияет, он не скрывается, он сообщает. и люди смотрят на него. Это свет. И я сделал два рисунка такие. Это светильник, это Иисус, а это человек, это человек, который видит этот свет, но хорошо же при свете, правда? 34 стих. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. твое, а если око будет худо, то и тело твое будет темно. о чем он говорит? Он говорит о вот этом человеке, вот об этом человеке. Здесь свет яркий, а в этом человеке у него, что вот здесь в голове будет, то будет и в его действиях, то будет в его восприятии. Я могу сказать так, что будучи человеком близоруким, у меня вот есть такие очки. И я помню, когда мне приписали их, и родители купили согласно рецепту, я так удивился, когда их одел, я вижу каждый камешек, чуть ли не песчинку, мне до того это понравилось. Но я привык к очкам. И иногда мама говорит, говорила, Владик, ты протри очки-то, они у тебя заляпанные. Ну да, бегаешь, пыль и так далее. Я так подумал об этом человеке, и его око может стать темным. Его понимание и восприятие мира может стать темным из-за его духовных очков, которые заляпаны учениями, доктринами этого мира. И вот Иисус пришел, и он заблаговременно говорит о том, что будет знамение, вы сейчас не воспринимаете. А что происходит с человеком? Давайте откроем Евангелие от Иоанна 3 глава. Итак, Иоанна 3 глава. Замечательная вводная. Иисус объясняет Никодиму о положении небес, расположении небес Отца по отношению к его возлюбленному творению, к человеку. Ибо так возлюбил Бог мир. Ну, ладно, если взять и дальше не читать, то можно придумать, да, природа такая, и вообще ум такой, и прочее, да, мы радуемся. А что отдал сына своего единородного? На казнь. Принес в жертву. Ух ты! Он любит нас и совершает такое действие нам не в домек, что нельзя выйти. И еврейский народ, который был в то время и во множестве приносил жертвы, думал ли, что этого достаточно? Они, пришел мессия-то, они должны были его узнать. Но, как написано в Исаии во первой главе, принося жертвы, топтали дворы, они не думали о том, что жертва грядет от Бога, о которой было сообщено еще в Эдемском саду, и слышали Адам и Ева, что от женщины, от семени женщины произойдет тот, который сокрушит голову сатане, змею, дьяволу. Он придет, и все дела расстроит этого властелина царства тьмы. Итак, отец отдал сына своего единородного цель, дабы всякий верующий в него не погиб. Вы знаете, интересно, когда читаешь Библию, то обнаруживаешь, как внутри читающего, внутри меня пробираются раз-раз такие, как стрелы мысли. Идет поток мыслей, которые передает Бог. Я знаю это. Я знаю на разных языках эту фразу. Да не буду я фамильярен к тому тексту, который здесь написан. Это кровь Иисуса Христа. Это кровь Бога. у Бога крови же нету. Нет. Вот она. Он принес в жертву своего сына единосущного, но пришедшего как человек, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ура! Открыты небеса. Все изменилось. Уже это было в уме Бога. А то, что в уме Бога он запланировал, он доведет до конца. Он совершит. И тогда всякий верующий в него не погибнет. Слава Богу! Но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через него. 18 верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. Потому что неуверовал, это ответственность человек, неуверовал во имя единородного Сына Божьего. Какое у него имя? Яхве спасает. И еще это Яхве спасает. Яхве Бог сущий, присутствующий прямо сейчас. Он и сотворил этот мир, он его и поддерживает, он его и возвращает к себе. Смотрите, и вот 19 стих. Суд пришел в мир, вот этот светильник, который мы показываем, и он сияет. Но люди более возлюбили тьму. Вот человек, и он не принимает Христа. И суд состоит в том, что любит тьму. это одно. А что такое тьма? Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Светильник 34 стих, 11 глава. Светильник тела есть око, есть понимание и знание мира представления человека. Нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, говорится в послании к Ефесянам во второй главе. Бог возлюбил 4 стих 2 главы. И он в тот момент, когда Христос находился в гробнице, и он оживил его. И с ним мы оживлены. Подарок. И мы обнаруживаем, как оживленные, мы обнаруживаем, что для нас нету ничего лучше, как питаться Словом Божьим, воспринимать его. Итак, а раньше было, что око наше было, восприятие мира было зашорено различными доктринами, которые поставлял в избытке мир. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Бог века этого, сатана, цель ослепить человека, дать ему совершенно другой центр внимания и сосредоточенности. Я представляю картину, когда израильтяне подошли к Черному морю, за ними гонятся египтяне, между израильтянами и египтянами свет Божий. Для израильтян это свет, для египтяна это тьма. Израиль слышит топот колесниц, вернее, шум от колесниц. И что они делают? Они пытаются заслониться от света. Это мое представление. Чтобы увидеть, кто там за этим светом, увидеть опасность, а Моисей призывает, не, 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 занимайте места, сейчас вы увидите, как Бог принесет победу. Так и произошло. Они прошли по Черного моря посуху. За ними погнались египтяне и завязли. Пытались посмотреть, сколько там врагов. Это обыкновенная жизнь человека. Это худое око. А если око твое будет чисто, так, 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 а когда оно у нас становится чистым? Когда мы с вами принимаем Христа и вот Он нас освещает Словом Своим. Мы присутствуем везде, где это слово слышится, оно ободряет и исцеляет нас. Мы уже заняты другими совершенно замыслами. мы оберегаем то, что Он нам подарил в нашей жизни, наших детей. Не то, что мы говорим смотри там, веди себя и так далее. Нет, мы говорим им о Господе. не не ребенку хочется слышать это, я имею в виду, но там есть такие активные какие-то занятия, игры во дворе, на улице. Ну, и грязи тоже полно. И мы как родители настаиваем послушать. мы делаем чудо, наше око стало чистым. Мы воспринимаем этот мир, и этот мир не может обмануть нас, когда мы в духе. Ему хочется заляпать наши духовные очки, и не получается. Если око твое будет чисто, давайте посмотрим на Понтия Пилата. 18 глава и 19 глава Евангелия от Иоанна. Понтий Пилат оказался в страшном месте до этого дня, до дня, когда будет распят Христос. У него было столько власти, он вершил судьбы народа, он получал указания из Рима. Это был человек, который был облечен могуществом. Он был, как будто сам римский кесарь там, находившийся в Иудее. У него был целый город, и там была крепость его, кесария. Да не одна. Везде, куда он приезжал, это было его владычество. И вот событие. Из Гефсиманского сада приводят арестованного Иисуса Христа. Понтипилат получает записку от своей супруги, в которой говорится ничего худого не делай этому праведнику. Я измучилась всю ночь. Ее терзал, терзали сны, которые были. И весь день у него испортился. Он спрашивает, Иисус разговаривает и вдруг обнаруживает тот ни в чем не виновен. У него есть желание спасти его. И зная, что если люди увидят, что их обвиняемый герой подвергается страшным ударам плети, плетей, то они тогда сжалуются, у них появится это сожаление, жалость к тому, кого они обрекают на смерть, на кресте. Он это сделал, не получилось. Разговор с Иисусом и он говорит то, что слышал, так ты царь иудейский. Иисус говорит, вот ты подтвердил. И потом он начинает говорить, рассказывать Понтию Пилату о сущности происходящего. Замечательно, как Господь обучает каждого и того, кто будет казнить его и подпишет приговор. Иисус отвечал 18 глава 37 стих Ты говоришь, что я царь. И далее он поясняет цель своего прихода Я на то родился и на то пришел в мир. Свет светит. Светильник горит. Он раскрывает свою сущность, чтобы свидетельствовать об истине. Какая это истина, что человек грешный? Это Евангелие от Иоанна 16 глава, о чем будет свидетель? Он говорит, о чем будет свидетельствовать Святой Дух? О грехе, о правде и о суде. Он пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Человек, если ты не примешь Господа Иисуса Христа как своего спасителя, не увидишь Царства Божьего. Всякий, кто, продолжает Иисус, всякий, кто от истины слушает моего голоса. То есть, ну, не понял Понтий Пилат. Не понял. Он задает ему вопрос, а что есть истина? и уходит. Иисус сказал, всякий, кто не от истины, верит, всякий, кто от истины, слушает голоса моего. То есть, ему нужно было продолжать слушаться. Потому что он уже начал истину видеть. Мы видим продолжение этой истории в 19 главе, когда Понтий Пилат прибивает табличку. Это был перечень или же обвинительный приговор, который так прибивали к человеку казнимому. И что это было? Все есть царь иудейский. Это ужас. Почему первосвященники сказали, не пиши так? Напиши, что он говорил о себе, что он царь. То есть, он лгал. Понтий Пилат говорит, то, что написал, написал. Это его дело. Его око становилось чище. Его жизнь после того, как он попытался уйти от того, что сделал, умыть руки и сказать, я в этом не виновен, этот человек невинный, вы хотите его казнить. Да, я даю распоряжение, но это против меня. Его око становилось чище. Он начинал видеть свидетельство, подобное свидетельство Ионы. А через некоторое время это вообще запывает. Мы с вами видим в этом отрывке замечательный светильник Иисуса Христа, который говорит о человеке. «Ты думаешь, в тебе свет, но правда ли, какой в тебе свет?» 35 стих «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Замечательная фраза. Мы начали день, и у нас есть планы. Мы решаем при помощи нашего мирового ощущения, восприятия, как это делать. Нам кажется, что это свет. Посмотри, задай этот вопрос. И будет ответ. Этот ответ ближе к Слову Божьему. До переполнения твоего сердца. Римлянам 10 глава 8 стих. И когда сердце переполнено, то уста наши произносят этот свет, который спасает людей, который исцеляет ситуацию, который приводит нас в поклонение Иисусу Христу, потому что это его свет. Вот он оповещает людей, которые говорят, мы требуем, мы хотим видеть знамения. И он говорит о том знамении, которое произойдет. О его казни на кресте, о его гибели, о гробнице, в которую он будет положен, и о своем воскресении. Смерть не может его сдержать. И он готовит уже умы людей. Со своей стороны, 33 стих, он говорит, я зажег эту свечу, этот светильник. И я его не ставлю на скрытое место, нигде-то, чтобы никто не знал. Но он горит на подсвечнике. Вот он, человек, который несет этот свет, чтобы входящие видели свет. И они будут озадачены. 34 светильник тела есть око, о, замечательно, я вижу и могу идти туда, куда я вижу, я предполагаю, что произойдет. Если око твое будет чисто, то и все тело будет твое светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Мне необходим Христос. Мне необходим этот прожектор Божий по поводу всех отношений, которые имеются, всех мыслей, которые приходят. Это послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стиха по 8. Мы этим прожектором направляем на все. Или же 1 Фессалоникийцам 5 глава 17-18 стихи. Все исследуйте и выбирайте то, что является божественным, чудным. И Господь Бог совершает и совершает в нашей жизни удивительное. Мы становимся 33-м стихом. Он зажигает в нас свой факел. И мы несем этот свет Евангелия. И люди спасаются, потому что их око, их духовные очки становятся чистыми. И они понимают, без Иисуса Христа невозможно иметь жизнь вечную одно. И иметь эту жизнь вечную сейчас вообще удивительно. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за твою любовь к нам. И мы видим это по Евангелиям, мы видим это по Библии, читаем, и ты открываешь Духом Святым эти смыслы твои. Благослови то, что мы услышали. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Приведи в живую церковь. Люби, прощай, ободряй. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Аминь.